Охранник, дайте ключ от процедурного. На фельдшера Ростова запишите. Да какое мне дело, откуда ты? Из Ростова или из Комсомольска-на-Амуре? Ты фамилию скажи. Ростов это фамилия. Как Наташа Ростова. Вы что, Войну и Мир не читали? Читал, конечно. Я ж пошутил. Пошутил. Стоп. А чё это ты в пять утра припёрся? Какие ещё пять? Пять. Уже восемь. У вас часы в холле остановились. Да ты гонишь. Как это? Вон пациенты уже пришли на уколы. Кола-кол, вколю в тебя укол. Зинк-то из сорок четвёртой квартиры постоянно что-то колол. Шприцы под её окнами валялись, я ей подлоговорю. Я на тебя найду управу. Она мне такая, хрена не управу. Ты найдёшь, дура старая, чтоб тебе пусто было. А я ей, мать-перемать, попадись мне, сука, краша, наедить твою налево. Я тебе дам. Я тебе дам. Замолчи ты, бабка. Чё я хотел-то? Ключ. Ключ от процедурного мне дайте. Не-не, подожди. А, да, батарейку в часах надо заменить. А, товарищ Пельсер, вы почему не в белом халате? Может, вы и не врач? Вколите ещё чего-нибудь то, так тут уже сразу и помру. Помру, соберутся люди, будут всякое говорить, вокруг ходить. Хоронить-то меня будут, а я из гроба встану, скажу хрен вам. Не дождётесь, а не дождётесь, сукины дети. Я вас всех ещё переживу, что вам пусто было. Без вам в ребро да хрен по всей морде. Ты тоже, дед, помолчи. Какое слово выкопал? Как скажешь чего-нибудь, я со стремянки свалюсь. Вы б за стремянкой сходили бы сначала. Сейчас, сериал досмотрю сперва, а потом пойду. А то концовку пропущу и следующую серию совсем понимать не буду. Это же высокотеллектуальное кино. Про Шерлока Холмса. Там Харламов дедукцией занимается. Расследует пропажу фотомоделей во время конкурса красоты на Канарских островах. О, очень природа мне там нравится. И модели нравятся. И Харламов смешной. Очень. Ватсон! Ватсон, где мои сигареты? Ватсон! Могут же наши снимать, когда захотят, да? Вообще, сериалы я люблю. Вроде сидишь тут в полутьме среди всякого быдла. А что ж, ну, а? А как начну смотреть, так сразу легче становится. Вроде как погружаюсь туда. М-м-м, море, пальмы, модели молоденькие, Харламов, пху-пху-ты. Лезет везде со своей рожей. Ну и образовываешься от сериалов тоже. Я вот раньше не знал, где Канары. А теперь знаю. В море они. Так что сплошная польза. Пропускать никак нельзя. А вот в Советском Союзе... Замолчи, дед, задолбал всех. Как твоя Танька тебя только терпит. Хорошо, помолчи. Запью хоть бокал, горло промочу. Что вы там пьете, Поликарп Андреевич? Колу? Вам же вредно. Кока-кола? Источник кофеина. Кофеин является прекрасным стимулятором умственной деятельности. Повышает артериальное давление. Кроме того, кофеин является естественным антагонистом некоторых антидепрессантов. Реатролизуя нежелательный по утрам седативный эффект. Ха, дед больше тебя знает, слышь. Дайте мне уже ключ. Все равно ничего не делаете. Погоди. Сейчас я за стремянкой пошел. Товарищ Пельшер, а я вот в Собест ходил вчера, говорю, крыша в доме течет, пенсия маленькая, жрать нечего, соседи сволочи и мрази. Она мне, ну та, которая там сидит, она мне, мол, не создавайте очередь, женщина. Я говорю, ничего я не создаю, дура ты, едить тебя переедить, сучка крашена. Она такая, не хамите мне, я полицию сейчас вызову. А я такая, я тебе говорю сейчас как дам, я тебе дам, я тебе вызову, так вызову, что мало не покажется. Ага, очень интересно. Ну вот и стремяночка. Так, ага. А, нет, не ага. Батарейку-то забыл новую. Сейчас, минутку. Товарищ Пельшер, скажите ему, чтоб он побыстрее, пока он вошкается, у вас уже все лекарства протиснут. Ну как же это, товарищ Пельшер? Сколько раз вам повторять. Я не Пельшер, я Фельдшер. Что, так трудно запомнить? Фельдшер. Фельд, это по-немецки полевой врач. По-немецки, слышь, чё, фашист, гнида. Да когда ж ты заткнешься, дура старая? Ишь, чё развел? Скандалист, профурсеточник. Хорошо, хорошо. Я Пельшер. Давайте, угадывайте мелодию. Ну что вы, доктор, нас прямо это, за людей не считаете? А еще врач. Врач. Глеб Сергеевич Пугач. Злодей. Изверг. А вот и батареечка. А ты, дед, чё ты там делаешь? Гамбургер кушаю. Гамбургер. Источник холестерина. Понижение холестерина. Это физический симптом таких заболеваний, как депрессия, неврастения, поскольку холестерин необходим для процессов обмена серотонина. Ясно, ясно. Замолчи уже, дед. Дед, восторжу подет. Ноги в теплице, а коса на улице. Поговорка предоставлена фондом Вилли Танисона. Да я вот ему и говорю, вчера пришла в Собес, там такой же дед сидит. Я не рассказывала, а там в Собесе-то... Да прекратите уже! Успокойте ее, кто-нибудь! Какая-то собеснуватое, честное слово. А вы, Поликард, как вас там, Андреич? Какой уже там по счету гамбургер злопаете? Четвертый. Гамбургер это еще источник мяса. Мяса делает человека зле. Поэтому я им много мяса. Чтобы... Чтобы справляться со стрессами и быть золым, как сам... Сатана! Будешь потреблять мясо часто. И при каждом рационе потребления, мясо дает тебе информацию. На клеточном уровне. Ты как бы поглощаешь, забираешь силу этих животных. А у них быки, хряки, ах, все же сильные твари! Ну все, часы идти должны, по идее. Но чего-то не идут. В чем дело-то? А, наверное, батарейку не тем боком вставил. Плюс-минус там. А вы, господа мои хорошие, чуть-чуть побыстрее бы шевелились, а то меня... Ваша медлительность уже достала. Давеча, захожу в парадную, жду пока мое пальто примут. Так, ждал целых 15 минут. Видите ли, у них номерки закончились. А я фельдшер, проработал уже 15 годков в этом медицинском учреждении. Меня еще Лев Давыдович Поликатов помнит. Старствие небесное. Как это понимать? Стоишь, ждешь, трамвай номер 8, а он не едет. Я ему, сукин ты сын, ты бы лучше ехал бы, да на часы посматривал бы, чтобы от графика не отставать. Понимаете ли, я вот на работу могу опоздать, а у меня пациенты, старики, имбецилы-охранники. Что ж мне, не лечить их что ли теперь? А Давыдович вообще стучался-стучался в приемный покой. Так мне только через 20 минут открыли. Что это получается? Человек 20 минут шел, чтобы ключ за мощное скважине повернуть. А если в случае войны все так же будут медленно ползать, как в жопу раненые? Я так что ли понимаю, а? А куда тебе торопиться, спешка, дорогой мой хороший? Нужно только приловли блох. Ой, а я 30-го числа в мокром поте прямо проснулась-то. Все, мне казалось, что по мне блохи ползают. И блохи, и пауки, и такие, знаешь, это черви какие-то зубастые. Я открываю глаза маменьки, и батюшки, и таракан по мне ползет. Я его прихлопнула и в окошко выкинула. Вещий сон был. Вещий. Думаю-то уборку надо делать хоть изредка. И она начинается. Так я ж не вижу, милешего. Твоя Танька небось хорошо видит. Пусть убирается у вас дома. А я не вижу. Ни монетку каку на улице поднять, ни гадости провальку из 29-й квартиры не почитать. А то в лифте я знаю про неё много чё пишут. Ладно, доктор, я твое время что-то отнимаю. Давай ключ сначала дам, а батарейку уж сам потом. Разберусь, каким концом куда вставлять. Ну, наконец-то! Запишите на Ростова от процедурного ключа. Товарищ Пельшер, а чё вы говорите на Ростова, а на бейжике у вас написано Лазарев? А она ещё говорит, что не видит. Врёт, сволочь, Сара! Нет, тут надо разобраться. Тут ситуация серьёзная как бы. Понимаете ли, я с вечера в смену заступал, а халатик мой кто-то одел. Ну а что ж мне, не заступать на смену-то что ли? Ну я в ординаторскую-то зашёл, и халатик своего коллеги, джерурный врач, он как раз уходил в тот же вечер. Домой. Я его и халатик-то и одел. А бейджик? Бейджик его там и остался. Вот, понимаете, Лазарев так и написано. А вот мой халатик, куда подевался? Ладно, у меня уже мозги пухнут. Давай так сделаем. Давай поступим рационально, чтобы времени терять. Да мы уж полдня потеряли. Ты там не встревай, дед. Значит, я сначала с часами разберусь, а потом уже с фамилиями твоими разбираться будем. Да и у меня уж скоро рабочий день кончится. А вот моя мама, у неё во вторую смену было, она на заводе, так я плакала, так плакала, когда она на работу шла. Ей лично Ленин грамоту вручил. И медаль. И часы именные с музыкой. Не бреши, не бреши. Ты их открываешь? Слышь, чё говорю? Открываешь. А оттуда суровые годы уходят. За ними другие приходят. Они будут так же трудны. Та Хабблк с пятого этажа всё семечки на мой балкон шелушила-шелушила, шелушила-шелушила, шелушила-шелушила. Я ей один раз сказала, как она на меня поднялась, как она бросилась. Етить твою переетить. Я ей говорю, заткнись ты, дура, сейчас когда... Тихо. Соблюдайте порядок в лечебном заведении. Так, ладно. У меня уже рабочий день кончился. Я домой. А вы как хотите, скорую вызывайте. Пусть вам там скорые уколы ставят. Да зачем мне скорая? Я сам знаю оздоравливающие практики. Значит, спектр ритмов, он как бы идёт. Важным элементом оздоровления служит что? Шоколад. Шоколад источник сахара. А сахар необходим для чего? Сахар распадается в организме на глюкозу и другие ферменты. А глюкоза, она обеспечит правильный метаболизм и обладает антитоксическим действием. Слышь, дед, если ты такой умный, то зачем в больницу ходишь? Да так, поболтать-то хочется. Ну, поболтали, и день прошёл не зря. Давайте по домам, мне ещё надо больницу закрывать. Давайте, давайте, до завтра, ага. Чё ещё сделать-то хотел? Ах да, сериал пойду до...